Кристиана Гоут В фильме незабываемое Что все это значит, матушка? У меня есть неопровержимое доказательство. Этот фильм Вы можете объяснить мне, в чем дело? Почему сестра волнуется из-за этой пленки? Почему вы так уверены, что эта женщина жива? Эта женщина не умерла. Она жива Что вы сказали? Повторите Эта женщина я Друзья Сегодня мы прощаемся с замечательным человеком С нашим другом Самым лучшим из всех С нашим Симоном Море забрало его к себе Но оно не смогло забрать То теплое чувство Которое оставил друзьям Симон Его отвагу Его благородство Симон museum Ужрали Редактор Мородство Редактор Субтитры создавал DimaTorzok Что происходит на ярмарке? Ваша жена организовала панихиду по этому фокуснику, Дон Франциско. Теперь нам остается только испытывать благодарность, что мы встретились на его недолгом жизненном пути. Что он оставил нам такие теплые воспоминания. И надеется, что когда-нибудь мы окажемся рядом с Ним. И сможем сказать Ему, как нам не хватало Его. Какую боль причинил нам Его уход. Субтитры создавал DimaTorzok Мои соболезнования всем присутствующим. Скорблю вместе с вами. Симон, по-моему, вам надо поговорить с Марией Консуэллой. Мое присутствие вряд ли необходимо. Вы должны простить меня. Я в замешательстве. Где вы взяли эту пленку? Вы солгали. Вы знали обо мне. Нет, я не лгал. Я не мог представить, что вы... Господи. Не могу. Не могу. Вы моя... Что вы хотите сделать? Теперь мне кажется, что все вокруг знали о моей жизни и скрывали это. Кто снял этот фильм? Консуэлла, вы помните, что тогда произошло? Нет. Я ничего не помню. Но я верю, что это я. Именно в таком состоянии я попала сюда. У меня была пуля в спине и еще одна в голове. Консуэлла, Кончите, Мичерена, Калканио, это вы? Да. А тот убитый мужчина, это, наверное, мой муж? Да, ваш муж. Но какое отношение вы имеете к фильму? Что здесь происходит? Я увидел этот фильм много лет назад. Я отправился бродить по свету, чтобы узнать, кто я такой. Кто вы такой? Я не понимаю. Какое отношение вы имеете к этому ужасному событию в моей жизни? Кто вы? Сеньоры, если вы есть та женщина из фильма, то я ваш сын. Когда умирает артист, потеря всегда очень велика. Эта смерть огорчила меня по Джолли. С какими намерениями пришел сюда Франциско де Пауло? Не волнуйся, мама. Я уверена, что он пришел выразить соболезнования артистам. Я так не думаю. Мои самые глубокие соболезнования, синьорита. Не превращайте трагическое событие в фарс, Франциско де Пауло. Я вовсе не хочу этого, Мария Тереса. Это были вы! Вы уже потешили себя. Вам лучше уйти. Я не уйду, пока ты не положишь конец этому глупому сборищу. Долго еще будешь оплакивать этого человека? Всю свою жизнь. А теперь уходите. Я не уйду без тебя. Неужели? Хорошо. Потом не жалуйтесь. Друзья, у меня есть для вас приятная новость. Что ты делаешь? Мой муж только что сообщил, что намерен выделить солидные средства на театр, который мы хотим построить на этом месте. Театр Ла Баранки. Мария Тереса, ты сошла с ума. Я этого не говорил. Разве? Франциско де Пауло хочет сказать нам несколько слов. Пожалуйста, Франциско, мы слушаем. Да. Счастлив сообщить вам, что портовый банк Ла Баранки выделить солидные средства на строительство городского театра. Я не могу поверить. Не могу поверить, что передо мной мой сын. Я вас совсем не помню. Я бы хотела любить вас, но нас ничто не связывает, Симон. Я не прошу вас изображать привязанность, которой нет. Я тоже ничего не чувствую, но если жизнь свела нас вместе, это судьба. Сейчас мне трудно что-либо сказать. Бог послал мне слишком тяжелые испытания. Впервые в жизни я не могу с ним справиться. Это больно. Больно, что вы не можете любить меня. Мне больно, что я не могу видеть вас, своего сына, но я вам не верю. Я знаю, что у меня есть сын. Я видела это в фильме, но нас ничего не связывает, ни воспоминания, ни совместная жизнь. Но вы бы хотели любить меня, верно? Много лет я мечтал, найти свою мать и сказать, что она самая прекрасная и необыкновенная женщина на свете. Мне бы хотелось. Я была бы счастливейшей женщиной на свете, если бы Бог позволил мне жить вместе с вами и растить вас. Но все эти желания в прошлом, а оно больше не существует. Постойте, Консуэлло. Все, о чем я вас прошу, это позволить мне узнать вас поближе. Это невозможно, Симон. После того, что мы узнали, мы стали еще дальше друг от друга, чем прежде. Лучше бы вы думали, что я умерла, а я ничего не знала о своем прошлом. КОНЕЦ Господи, я всегда просила Тебя помочь другим несчастным А теперь я прошу Тебя помочь мне Молю Тебя, помоги мне смириться со всем этим Я не ожидала увидеть Тебя здесь На похоронах Симона Симон Лиаль однажды спас мне жизнь, а я так и не смог вернуть ему этот долг Жаль, что ты не вспомнил об этом, когда загнал его на ту скалу Гибель Симона нелепая случайность Ты ничего не поправишь, обвиняя меня в его смерти Мы все виноваты Ты Франциско де Пауло Я И сам Симон Он тоже виноват Чего ты добиваешься? Его не вернуть? Ты зря устраиваешь эти представления и называешь себя вдовой Симона Лиаль Ты играешь с огнем, Мария Тереса И ты можешь Сгореть в нем Я построю театр, даже если это будет последнее, что я сделаю в этой жизни Я восстановлю доброе имя Симона Лиалья Я никому не позволю забыть, что я любила его Очень любила Ладно Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в своих поступках Но ты недооцениваешь Франциско де Пауло Сохраняй контроль над собой Иначе ты пожалеешь Это совет человека, который по-прежнему является твоим отцом Ты должен доказать, что ты по-прежнему мой отец Нет Я не буду играть в твои игры, Мария Тереса Это не игра, папа Неужели ты не видишь, что я мертва? Я умерла вместе с Симоном на той скале Неужели не видишь? Симон Лиаль мертв Ты должна смириться с этим И понять, что жизнь продолжается Я не смогу спокойно жить, пока будут позорить имя Симона Лиаля Разве ты не читал, что написали о нем в газете? Читал Я попытаюсь уладить этот вопрос с издателем Есть более верный путь, папа? Надо показать, кем был на самом деле Симон О чем ты? В крепости заключен один человек Его имя Марис Фабре Он один знает настоящую историю Симона Лиаля Он единственный свидетель его подлинной жизни Освободи его, папа Я посмотрю, что можно сделать Это записка от настоятельницы Ее принесли сегодня вечером Но я не хотела беспокоить вас во время панихиды Это, наверное, что-то очень важное, Хасинта Мне? Что там может быть? Не знаю Но когда настоятельница присылает такие записки Это всегда означает одно из двух Либо очень плохая новость Либо, наоборот, очень хорошая Не буду вам мешать Большое спасибо, сестра Я буду у себя в келье Спасибо, сестра Асперанса Симона Он жив Все это очень тяжело Я понимаю, что вы чувствуете Иногда в один миг мы узнаем то, что заняло столько лет жизни Матушка, нам обоим сейчас очень трудно Я столько лет мечтал об этой встрече Нельзя заставить полюбить насильно Хоть она и моя мать А я ее сын Симон Вы должны понять одну вещь Так вам будет легче Какую вещь? Представляете, что значит для женщины Которая ничего не помнит о себе Вдруг узнать, что у нее есть ребенок Что он Здесь Рядом с ней Это значит Что Бог, который Определяет нашу судьбу И иногда играет ею Не ошибся Верно Вы нашли мать Возможно Вы ближе друг к другу, чем кто-либо Потому что вы оба пережили трагедию Но Вы должны дать время Марии Консуэлло Ей нужно понять Что ее жизнь изменилась Хочет она этого Или нет Я могу ждать, сколько потребуется, матушка Возможно, Мария Консуэлло Никогда не привыкнет к мысли, что я ее сын Но если Господь привел меня сюда Значит, на то есть причина Те, кто виноват в том, что моя жизнь И жизнь Марии Консуэлло Стала сплошным кошмаром Должны ответить Будьте осторожны, Симон Не идите на поводу злобы и гнева Матушка, не беспокойтесь за меня Я хочу только одного Справедливости И клянусь Все, кто виноваты, заплатят О чем ты думаешь, индейец? Не нравится мне все это Мое чутье подсказывает мне Что тут дело нечисто Что ты имеешь ввиду? Говори прямо Может, да Может, да Может, нет Но, по-моему, если синьорита Мария Тереса сказала так Значит, на то есть причина Да Я тоже так думаю И мне это совсем не нравится Полковник Что нам делать с этими иностранцами, заключенными в крепости? Переведи их как можно быстрее в крепость освободителя Или еще куда-нибудь Только избавься от них быстрее Надо держать этих братьев Фабре подальше от Марии Тересы Понятно? Угу Все будет сделано, полковник Хуанчо, иди сюда Я знаю, что ты видел Это правда Дон Франциско стрелял в Симона Я верю тебе Но обещай мне, что никому не скажешь об этом Почему? Это же правда У нас нет тела Симона А без него мы ничего не сможем доказать Конечно, люди поверят Франциско де Пауло А не тебе Понимаешь, что это значит? Пусть он убьет меня Мне все равно Нет, Хуанчо Сделай это ради твоих друзей Прошу тебя Обещаешь? А теперь иди спать До завтра Я видела, как ты разговаривала с полковником Что он сказал тебе? Он даст приказ освободить Мариса и его брата И мы сможем с их помощью доказать, что Симона оклеветали Ты слышал, Паджоли? Мариса освободят Позвольте мне обнять вас, сеньорита Послушайте меня, пожалуйста По-моему, сейчас, когда вся семья в сборе, нам надо поговорить Я не хочу слышать ни одного слова из твоих уст, Франциско Я ухожу к себе Как хочешь, мама Пожалуй, тебе лучше отдохнуть Мы всей семьей присутствовали на панихиде Где было забыто о многом Только не о Симоне Леале Мы исполнили свой долг Кроме того, мы публично взяли на себя обязательства Построить на том месте, где сейчас ярмарка Театр Именно этого желала наша любимая Кончита Да будет ей земля пухом Но Одно должно быть ясно Симон Леаль Вовсе не калканью Нет, он калканью Калканью Мичелена Он обманул тебя, мама Тебя И Мемеллу Не было ни одного доказательства того, что он наш родственник Зато есть много свидетельств его криминального прошлого Каких свидетельств? Я обратился к Ремихио с протестом С требованием объяснить то, что он напечатал о Симоне Леале В своей газете Он показал мне полученные из Европы телеграммы Полиция нескольких стран Разыскивает Симона И его дружков Этого не может быть О чем вы говорите? Верхиния Симон Леаль Убедил всех, что он сын Оскара, Энрике и Кончиты Но Журналисты расследовали это дело И обнаружили, что он уже пытался проделать это с некоторыми богатыми семьями Сын Оскара, Энрике, остался жив, Франциско И ты это прекрасно знаешь Мама, пожалуйста, тебе лучше пойти отдохнуть Хорошо, а как же его сходство с Оскаром, Энрике? Это его самая большая жестокость Он попытался использовать эту случайность природы Мы должны простить его Этот юноша всего лишь хотел добыть деньги любой ценой А теперь он мертв Да И поэтому не следует говорить о нем плохо Ни плохо, ни хорошо, Селсу Мы должны просто забыть о нем Но ни в коем случае не следует пренебрегать фактами Как бы больно это ни было Все написанное в газете Основывается на тщательном расследовании Ты лжешь Симон был моим внуком, слышишь? Моим внуком Мемела, отведи, пожалуйста, маму в ее комнату Я старею Скоро мне придется молиться Деве Марии, сидя Как ты? Я искала тебя Что случилось? Хасинта, ты не должна замыкаться и все время плакать Будет хуже Ты должна смириться с этим Я молилась при Святой Деве Марии Карамоцкой Чтобы Симон обрел покой из-за тебя тоже Патросиньо Он жив Что? Хасинта, ты здорова? Симон Наш Симон жив Да Вот, почитай 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 Настоятельница пишет, что нашла его и вылечила Хасинта Это что-то невероятное, невероятное Это чудо Да Это настоящее чудо, Патросиньо Мы должны увидеть Симона как можно скорее Нет, нет Мы должны дождаться нового послания от настоятельницы Таково желание Симона Никто не должен знать, что он жив, понимаешь? Мы должны ждать Не толкайте меня Шевелись, мерзавец Теперь они вместе, как вы приказали, сержант Оставьте их Оба иностранца снова вместе Почистить? Почистить? Не трогайте его Он только хочет почистить вам сапоги Он больной человек А теперь иностранцы, слушайте меня внимательно Покойный Симон Лиаль Остался лежать на дне Обвал похоронил его на дне моря Надо найти Другой способ достать тело Это невозможно Потому что вас И вашего безумного брата Завтра рано утром С первыми петухами Переводят отсюда Так что Готовьтесь Переводят? Куда? Не беспокойтесь Вы узнаете об этом завтра утром Понятно? Черт возьми, Жан-Поль Никогда больше не рискуй так Извини Я подумал, что опять начались допросы Куда они собираются отправить нас? Никуда Мы никогда не уйдем отсюда живыми Отсюда переводят только в мир иной Тогда нам надо бежать И я знаю, как это сделать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно войти? Симон Я хотела спросить вас кое о чем зачем консуэл вы высказали свое мнение поверьте я понимаю вас у меня было время подумать и я хочу знать все о вас и обо мне уверен что теперь наконец ты соединился со своим наглым сыном и что вы оба горите в одном и том же котле в аду твое здоровье ты не можешь пожаловаться на то что я плохой брат я отправил к тебе симона чтобы он составил тебе компанию ты проиграл оскар энрике проиграл наверняка ты никогда не думал что все так повернется ты никогда не думал что незаконно рожденный приемный сын выиграет игру и проиграл оскар энрике проиграл теперь о тебе и твоем сыне никто и не вспомнит впервые я услышал эту историю когда мне было лет 11 12 тогда я увидел этот фильм как вы узнали что вы и есть тот новорожденный мальчик у меня был дневник дневник человека который отправил меня в приют наверняка это он передал вас в руки настоятельницы его звали гумерсин дупаева это он помогал вам при родах извините что обращаясь к вам на вы но я даже не могу назвать вас мамой нет я понимаю простите меня я наверное должна была бы плакать ваших объятиях на коленях благодаря бога за то что он вернул мне сына но я чувствую в своей душе огромную пустоту которая отделяет меня от вас я знаю что я та самая женщина но я ничего не чувствую ни ненависти не злобы ни страха ничего с господи симон простите меня мне не зашли вас прощать знаете консуэлла я был на волосок от смерти я чувствовал ее так близко как ваши руки сейчас но думаю это стоило того я чувствую что не все потеряно бог определил мою судьбу и вашу тоже ведь ваше спасение это настоящее чудо я не знаю симон что мне делать я так и не знаю ничего о моей жизни вы здесь вы мой сын и это каким-то образом должно изменить мою жизнь хотя я еще не знаю как консуэлла если вы нашли здесь свое место если вы обрели здесь покой и счастье не меняйте ничего ради меня знаете я полюбил одну девушку и отказался от всего ради нее на миг я забыл о трагедии своей жизни забыл семью друзей и она стоила того консуэллу стоило что вы хотите этим сказать мария терреса дочь человека который убил моего отца он хотел убить вас и меня она дочь этого убийцы боже какая жестокая судьба да верно мой отец погиб мы прожили жизнь брось женщина которую я люблю жена другого семья моего отца разрушена я должен вернуться туда консуэллу по моему пришло время наказать преступников по вашему месть и самосуд что-то исправят я считаю что нельзя отнять жизнь у человека и остаться безнаказанным но максимилиана монтера это удалось вы хотите превратиться в такого же убийцу как он нет надо быть негодяем чтобы жить с таким грузом на душе тогда зачем возвращаться почему не смириться с тем что мы живем в другом мире который не имеет никакого отношения к ним почему не признать что мы проиграли нет никогда вам это легко потому что вы потеряли связь с внешним миром это неправда здесь в этих стенах я вижу больше горя и страданий чем где бы то ни было именно поэтому я так ценю жизнь а я нет вами движет гнев неужели вы не понимаете что произошло понимаю но понимаю умом а не сердцем это ложь эта история потрясла вас так же как и меня симон мы с вами живы почему вы не цените этого зачем думаете о мести почему вы не хотите начать новую жизнь как я потому что там остались люди которых я люблю там моя семья семья моего отца они все стали жертвами и вы одна из них знаете что я думаю на самом деле вы хотите вернуться к той женщине которую любите а вы хотите узнать что думаю я вы увидели этот самый свет еще при жизни вы сумели освободиться от эгоизма зависти вы так чисты что даже не можете притвориться что радуетесь моему возвращению это возвышает вас в моих глазах но мне не повезло так как вам я был брошен в водоворот жизни я должен я должен вернуться и я сделаю это мне жаль вас симон вы никогда не обретете покой и утешение которые необходимы за разрушение вы собираетесь отплатить еще большими разрушениями но это не смягчит боль ваших утрат патросиньо спокойной ночи это одна из лучших ночей в моей жизни я не могу в это поверить неужели симон на самом деле жив хасинта как по твоему почему симон хочет чтобы никто не знал о его спасении не знаю ведь столько людей оплакивают его сегодняшняя панихида была такой трогательной эта девушка Мария Тереса это его друзья с ярмарки да они очень переживают но их жизнь изменилась бы если бы они знали что симон жив у симона должна быть веская причина для такого решения наверное он чувствует что его жизнь в опасности может быть он боится за свою жизнь или за нашей жизнью да это возможно патросиньо перестань нет нет давай не будем думать об этом давай просто делать то что сказал нам симон а когда он сам появится здесь он нам все объяснит патросиньо как это чудесно да я буду благодарить бога денно и ночно да а Субтитры сделал DimaTorzok Да, то, что говорят о вас в Леобаранке, отвратительно Не надо было читать Это так низко Вас обвиняют в том, что вы самозванец, мошенник, вор Невероятно Меня обвиняют в том, что я обманул семью Калканью с целью получить наследство Оскара Энрике Это моя вина Я должна была уничтожить газету Не переживайте Я не переживаю Великолепная история Это всего лишь грязная ложь Но очень хорошо состряпанная Так хорошо, что любой поверит Конечно И по-вашему это хорошо? Очень хорошо Было бы ошибкой, если бы я не прочитал это Не понимаю Я решил вернуться обратно в Леобаранку Но я не хочу быть уязвимым для своих врагов Авторы этих гадких публикаций Подали мне идею, которая мне самому не пришла бы в голову Симон Значит, оклеветать Назвать вас вором и самозванцем Разве это отличная идея? Самозванец Вот в чем суть Самозванец Симон Это правда Симон Леаль был самозванцем Злодеем Настоящий сын Оскара Энрике Калканью жив И он будет совсем не таким, как Симон Леаль Он будет совсем другим Фильм озвучен по заказу телесети ТНТ Режиссер Ирина Смольская Звукорежиссер Александр Зубов Перевод Татьяны Манаенковой Текст читали Ирина Губанова Ирина Маликова Алексей Инжеватов Юрий Петров Ирина Маликова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok